Это наш пионерский штаб, но не полный. У нас было 45 детей в штабе. И в 1981 году к нам пришел мальчик. Худенький, маленький, потому что это был всего пятый класс, но очень серьезный. Это был Артем Александрович, которого мы любя называли Тёма. Артем был очень такой аккуратный, чистенький, дисциплинированный. Мальчик был очень творческий, и на него можно было всегда положиться. То задание, которое мы давали, или за что он отвечал, он всегда выполнял на пять. Потом он был избран в совет нашего штаба. Он был вторым человеком после начальника штаба. Более активных и так далее у нас посвящали в почетные штабисты. У нас было всего 10 человек почетных штабистов за все годы. Мы в то время не могли подумать, что он будет директором такой интересной, необычной, необыкновенной, единственной в нашей области школы. Но мы знали, что он добьется всего, что он хочет. Он был настолько целенаправленный, несмотря на свой возраст. Я сейчас работаю с детьми-инвалидами. И Артем Александрович с первого дня. Школа создана была в 92-м году. А в 93-м у нас был первый фестиваль детей-инвалидов. И вот с первого фестиваля, ну сегодня это уже Артем Александрович, уже неудобно сказать «Тема». Вот Артем Александрович помогает нам в проведении фестиваля. Уже 26-й фестиваль. Он всегда рядом с нами. Пожелание я хочу сказать, чтобы он оставался таким же. Добрым, внимательным, теплым, как дом. Чтобы все было у него хорошо, чтобы все его задумки выполнялись. Потому что они у него очень интересные. Но он творческий человек, очень творческий человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот в этом доме развился наш юбиляр. По этой улице его мама Света 50 лет назад катала его в коляске. Рос он в очень хорошей семье. Это была семья советских интеллигентов. Папа вузовский преподаватель. Очень уважаемый человек. Мама его инженер. Каким он рос? У меня дочь Рая. Они часто играли вместе. Она его на один год моложе. Рая всегда жаловалась. И говорила, в какую игру мы не играем? Артем всегда начальник. Если милиция, так я рядовой милиционер. Артем начальник милиции. Если больница, я допустим медсестра, так Артем главный врач. И вот по всей своей жизни так и прошло. В общем-то, это врожденный руководитель. В лучшем понимании этого слова. Я ему очень часто по разным вопросам даю советы. И вот я вам честно признаюсь, по секрету, вот он всего достиг благодаря тому, что всегда поступал наоборот. Тому, что говорил я. Ну, в общем-то, человек, он интересный, мыслящий. Мыслящий оригинально. Меня это подкупает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мне такое впечатление, что мы уже одну целую с Артемом Александровичем. Он волшебник. Он придумывает всяческие сюрпризы, которые... Он порой выбирает такие песни, которые... Ну, я с ума схожу. Говорю, Артем, ну зачем эта песня? Нет, вот мы должны спеть эту песню. Мы должны этот дуэт спеть. Но он бывает прикольный. Он на сцене прикольный. Он не стыдится и танцевать, и сфиморить, и симпровизировать что-то. С ним очень интересно в дуэте. Все судьба перекрутит. Будет все так, как будет. Это ты, когда в талки не ходи. Переди только рано. Ничего непонятно. Так и есть, как тут не крути. И знаете, как с легким паром 31 декабря, так у нас каждого 1 сентября мы собираемся с Артем Александровичем, с его педагогами, с Леночкой режиссером, с детьми. И каждый учебный год начинается с новой сказки. Вот так фазаны! Ай-яй-яй! Да фазанята! Да как же вы попали в эту тележку, а? Мы хотим освободить Гурда, тетушка Ласка. Тетушка Оксал, девочка! Не забывайтесь, вы находитесь в королевстве кривых зеркал. Он очень толерантный. У него очень острый ум. И мне нравится, как он с детьми разговаривает. Он очень хороший психолог, он знает, как с ними разговаривать, с кем пошутить, кого пожурить. Вот я просто наблюдаю на репетициях, как это происходит. Они очень его уважают. Только появляется Артем Александровичем, знаете, как они сразу... Они внимают ему сразу. Тишина, никто не балуется. Он остался у меня один из ближайших друзей. Мужчин. Потому что он очень внимательный. Он... Я не говорю, что он поздравляет с днем рождения каждый год. Это вообще мы об этом не говорим. С праздниками, со всеми. Я знаю, что в трудный час я могу опереться на него. Это, пожалуй, один из людей, который не бросит. И бывают такие моменты в жизни, когда знаешь, что он есть у меня. А это немаловажно. Мне бы хотелось пожелать ему, чтобы он оставался молодым в душе. Оставался таким, какой он есть. И здоровье, конечно. Выглядит он прекрасно. Ему его года не дашь. Опять 25. Кофе в руках у меня не случайно. Представить Артема Киановского без кофе практически невозможно. А посчитать, сколько чашек кофе он выпивает за день, не удавалось никому. Мало кто знает, что именно за чашкой кофе обсуждались все политические проекты, в которых Артем принимал участие. Именно за чашкой кофе рождались программы возрождения Херсона, программы его участия в выборах. Мало кто знает, что с 2002 года четыре созыва подряд он депутат городского и областного советов. Он всегда находится в оппозиции. И это дает результаты. Артем, я знаю тебя больше 35 лет. Оставайся таким же энергичным и успевай всегда и везде. И в общении с друзьями, и в политике, и в школе, и в научной деятельности. Уже лет 20 вместе с Артемом Киановским мы выпускаем разные печатные издания. Это и газеты, и брошюры, и журналы. И методические пособия для учителей. И, конечно же, учебники. За это время было издано более 100 книг и методических пособий. И если по книжкам и учебникам Артема Киановского уже учатся дети во всей Украине, то я желаю ему следующим шагом завоевать виртуальный мир. Получится! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok